Такую работу насытить соответствующими ресурсами сферу медицинского обязательного страхования и наладить контроль и учет за этой системой, то она может быть вполне эффективной, так как это работает в очень многих других странах мира. Спасибо жителям Овсянки, спасибо Андрей, наш корреспондент Андрей Кондрашов и жители деревни Овсянка. Сергей. Ну что ж, мы вновь возвращаемся в колл-центр, где продолжает работать Кирилл Плееменов. Кирилл, вам слово. С началом этого прямого эфира кривая количество звонков пошла резко вверх, счетчик звонков на экране в этом зале бежит уже как секундомер, а техника сейчас работает практически в пиковом режиме. В секунду фиксируется до 15 попыток дозвониться. Мы также сейчас предпримем попытку, попытку продемонстрировать вам, как работает телефонный центр. И сейчас выведем в эфир общение телефонного оператора с дозвонившимся, собственно его вопрос и будет вопросом президенту. Пожалуйста. Здравствуйте. Российская. Из какого города вы звоните? Город Волжский, Волгоградской области. Теперь задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. У меня такой вопрос. Профессия бюджетной сферы работников культуры, педагогов и врачей малооплачиваема. Возможно ли, что она будет цениться так же, как во всем мире на должном уровне? И хочу пригласить президента на 50-летие города Волжского 20 июля. Желаю вам здоровья и терпения. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, представьтесь еще раз, потому что мы вывели звонок в эфир после того, как вы это сделали в разговоре с оператором. Васильева Татьяна Геннадьевна. Спасибо, Татьяна Геннадьевна. Ваш вопрос понятен. Татьяна Геннадьевна, ну вы знаете, что в прошлом году, в конце прошлого года, фактически в этом уже, мы сделали то, что в состоянии была сделать экономика страны. Мы повысили на 1,8 заработную плату в бюджетной сфере. Вместе с тем, ваш вопрос фактически продолжает тот, который был задан мне только что в отношении медицины. И здесь тоже в значительной степени мы должны переходить на совершенно новые формы взаимодействия между государством, учреждением и гражданином страны. Мы должны платить не за факт существования учреждения, а за качество и объем оказываемых населению услуг. Деньги должны следовать за услугами. И если это будет так, то количество людей, работающих в той или другой сфере, может быть уменьшено, а их денежное содержание может быть значительно увеличено. Но трудно с вами не согласиться в том, что все сферы, которые вы назвали, являются важнейшими для жизнедеятельности государства и для его будущего. Будем в этом направлении двигаться. В бюджете 2003 года мы предусмотрели увеличение соответствующих расходов на культуру, на образование и, кстати сказать, на медицину. На медицину увеличили почти на 24%. Примерно в таком же соотношении увеличение и по тем сферам, которые вы назвали. Будем двигаться по этому направлению. Спасибо. Спасибо Кириллу Клименову. И спасибо вам за приглашение. Кирилл, у вас есть еще вопросы? Вы знаете, вопросов поступает очень много. Часть из них, разумеется, повторяется. Очень много вопросов президенту по поводу возможного повышения зарплаты бюджетникам в новом году. И вот из последнего, что мне передали редакторы, Борзова Оксана Юрьевна спрашивает Владимира Путина, почему не могут сделать индексацию заработной платы бюджетникам в связи с инфляцией. В частности, воспитателям и учителям, как сделали пенсионерам. Это звонок был из Ивановской области. Я должен сказать, что индексации предусмотрены в бюджете. Они будут делаться. Но дело не только в этом. Мне кажется, что нам нужно переходить вообще к другой системе оплаты. Нужно оторвать оплату в этих сферах от единой тарифной сетки, которая уравнивает всех и во всех регионах страны. Вот это, мне кажется, уже изжило себя. Скажем, учитель в каком-то районе Крайнего Севера получает 5000 рублей, а вокруг него нефтянники получают в 5-7-10 раз больше. И жить на эти деньги там учителю невозможно. А в другом месте, в сельскохозяйственном районе, учитель тоже получает те же самые 5000 рублей, но окружающего люди и двух не получают. Эти диспропорции можно и нужно исправить. Вот сейчас правительству дано поручение, оно готовит соответствующие предложения, вырабатывает соответствующие правила, которые будут выстраивать эту работу, как и было раньше, между прочим, еще в советские времена, по отраслевому принципу. Кирилл, спасибо. Мы будем ждать от вас новых включений. И сейчас на связь с нами выходит Башкортостан. Село Толбазы, там работает Евгений Рожков. Евгений, мы ждем вопроса от жителей села Толбазы. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Владимир Владимирович. На связи Башкортостан. Как вы сказали правильно, село Толбазы. Это примерно 80 километров от столицы республики города Уфы. Сами понимаете, здесь сейчас достаточно холодно, вы можете наблюдать это по замерзшим людям, стоящим здесь. Но сюда пришла буквально половина села, и все хотят задать вопросы. Это село отличается тем, Толбазы, что оно многонациональное. Здесь мирно соседствует уже несколько веков, более 20 национальностей. Итак, вопросов много, как я сказал, будем. Ну, давайте с вас начнем, пожалуйста. Представьтесь только сначала, пожалуйста. Валерий Фельгейс, Тимир Ханли, Серхоз, Кооператив Урожай, член Союза ветеранов Афганистана. Владимир Владимирович, здравствуйте. 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 Вопрос. Меня интересует, что на сегодняшний день происходит в Чечне. Может, пора начинать переговоры. Еще вы говорили про всемирное исламское государство на территории России. Это разве возможно? Это же говорили халифат, Владимир Владимирович, в своих выступлениях. Значит, ну, первое, по поводу ситуации в Чечне и возможных переговоров. Худой мир всегда лучше, чем хорошая война. И мы всегда исходили из этого. И исходим до сих пор. В этом смысле, конечно, переговоры – это всегда путь к урегулированию. Вопрос только в том, с кем и о чем договариваться. Кто противостоит нам в Чечне? Надо прямо сказать, что там есть ряд людей, которых мы называем сепаратистами, которые стремились и стремятся к отделению Чеченской Республики от Российской Федерации. Мы с ними уже разговаривали. И в 1996 году удовлетворили все их требования. Фактически согласились с независимостью Чечни, подписали Хасавюртовские соглашения. К чему это привело, мы все хорошо знаем, к нападению на Дагестан и к расширению агрессии. Теперь опять с ними нужно разговаривать? О чем? Мы же с ними уже обо всем договорились. Все им дали. О чем с ними разговаривать? Или сказать им, ну ладно, ребята там немножко пошалили, похулиганили. А между прочим, по разным подсчетам, там в результате этнических чисток погибло до 30, а может быть даже больше тысяч человек. Они там похулиганили маленько, потренировались, пусть они еще потренируются. Нет, хватит. Такого больше не будет. С кем еще договариваться? Там нам противостоят еще международные террористы, которые работают за деньги. И просто бандиты. С террористами и с бандитами вообще невозможно ни о чем договариваться. Но хочу вам сказать, что мы еще в прошлом году предприняли попытку договориться с представителем Масхадова. Пригласили его в Москву. Ничем не закончилось. Они просто исчезли. Но наращивать там какую-то силовую составляющую, федеральную, бессмысленно. Потому что никаких крупномасштабных боевых действий там нет. Армия выполнила свою задачу. И там нужно совсем другое. Там нужно развивать политический процесс. Нужно сделать так, чтобы люди сами брали власть в свои руки. Чтобы у них была правовая база. Чтобы действовала Конституция Чеченской Республики. Чтобы на базе этой Конституции были избраны легитимные органы власти, которым люди бы доверяли. И которые бы взяли на себя ответственность за судьбу этой республики. И вторая часть вашего вопроса была какая? Исламское государство на территории России. Исламское государство. Да, да. Вы знаете, эта идея, бредовая совершенно идея, она ничем не отличается от идеи мирового господства, с которой в свое время совершали свои преступления фашисты. Ну чем она отличается? Только фашисты это делали по расовому принципу, по этническому, а здесь упор делается на религиозный. Причина? ка. Причина? Например. Причиной.